Наши отдельные трудовые мигранты узнают о том, что находятся в черном списке только после прибытия в Россию. Из-за этого они сталкиваются с рядом проблем. Теперь таких вопросов не возникнет, так как в аэропорту Манас установлено два информационных киоска. Перед отъездом каждый гражданин может проверить свои данные на LED-панели. Здесь есть очень хорошая функция. Это короткие видеоролики, которые сняты неправительственными организациями и государственными органами, министерствами, которые коротко разъясняют, допустим, мигрантам такие важные моменты. Допустим, ролик о том, что мигранты, выезжая в Российскую Федерацию или в миграцию, должны обязательно оформлять опеку и попечительство на своих детей, которых они здесь оставляют. Раздел «Черный список» – это лишь часть информационной помощи. В киоске имеется вся информация по безопасной миграции. Программа содержит в себе материалы о вакансиях за границей, о частных агентствах занятости и адреса, по которым можно обратиться на счет трудоустройства, а также о единовременной выплате ГРОС-200. Граждане уже начали пользоваться информационными киосками. «Я рад, что у нас установили подобные киоски. Это намного облегчает нам жизнь. Теперь мне не придется ездить в центр трудоустройства, чтобы узнать в черном списке, я или нет. Также я узнал, что наша страна сотрудничает со многими странами в области миграции. Есть свободные рабочие места». Помимо аэропорта Манас за счет финансирования ЮСАИТ, семь информационных киосков установлены в регионах страны. В аэропорту Аша – два, в аэропорту Джалабада – один, в Баткене – один, по одному на железнодорожном вокзале и в центрах занятости Бишкека и Аша. Панели в общем обошлись в 14 850 долларов. «На сегодняшний день полностью расширили всю возможную информацию для наших граждан. Правительство Кыргызской республики проводит большую работу совместно с правительственными органами МФ по снижению количества наших трудовых мигрантов, которые оказались в черном списке». Количество кыргызстанцев в черном списке составляет почти 44 тысячи человек. Отметим, что расширилась география трудоустройства для наших мигрантов. На сегодняшний день они могут легально работать в России, Великобритании, Южной Корее, Японии, Германии, Венгрии и ряде других стран.